итак доброго времени суток дамы и господа очень странная права снова с вами паулик здесь серёжа здесь яйцо валера по-прежнему держит микрофон обратите внимание больше нет новогодней елки и серёжа сдался как-то быстро сейчас всего лишь конец февраля хотя вы наверное это смотрите в начале марта но такой он показал слабину и выкинул меня заставили да ладно рассказывает и заставили ну погнали так что у нас сегодня первым кейсом первым кейсом у нас приговор анархистом никите емельянову ивану комару или комару я думаю что все-таки комару ну допустим на суде его так звали по крайней мере семь лет и одному и второму усиленного режима за причиненный ущерб менее 70 долларов в совокупности это круто 70 баксов ущерба отдаем по семерке но но не то чтобы это как-то исправляла ситуацию сильно но ребят уже признали политзаключенными и вот что мы на это дело думаем вот серёж ты что думаешь я думаю так я представляю наше государство как человека которого который идет по полю вот идет он по полю человек идет по полю идет видит бац грабли лежат он подходит смотрит на эти грабли и думают о грабли надо наступить это очевидно ему еще голос говорит не наступай где-то там какой-то голос это грабли и так серёжа имеет ввиду что сколько наше государство не учит наши европейские друзья что политзаключенные это плохо и создавать их не надо сколько наше государство и создают и вот сергей например мнение такое что государство от этого плохо и она неожиданно так об грабли-грабли а я думаю это все по-моему делается специально во первых нужно давать сроки людям чтобы другим не повадно было так сказать их пример другим наука ну а потом у нас знаете политзаключенными так циклично идет тор по а потом с гражданами из евросоюза ну и вообще из западного мира и власти говорят ладно 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 вот мы отпускаем этих людей вот мы выпустили политзаключенных вот мы какие молодцы мы такие все себя гуманная мягкая диктатура это все по кругу по кругу политзаключенные садятся садятся потом отпускаются опускаются дай бог чтобы парней выпустили пораньше поехали дальше и так дамы и господа кейс номер два вот вы наверное сидите и думаете что белорусский суд попасть в принципе довольно легко там ну что там прошел через турникет паспорт показал и вот ты в принципе можешь попасть уже на заседание ни хрена подобного даже если судят вас вообще это не дает гарантии что вы можете попасть себе на процесс даже если вы пришли в суд и так дел палиенко чё его не пустили рассказывает я даже скажу больше даже если это верховный суд самый самый главный суд республики беларусь дима палиенко пришел на рассмотрение своей апелляционной жалобы верховный суд и его не пустили а почему же его не пустили потому что у него была бирка фри емельянов всего лишь а скажи пожалуйста как правозащитник а в суде есть некий дресс-код как надо приходить туда ну я раньше думал что нет но оказывается что есть мне раньше говорили вот когда я там часто ездил по судам там вот это вот все типа нельзя приходить в шортах а я еще помню жара стык капец я думаю болит да не буду я джинсы надевать ради них пошли не заняться все и идут своих отличных розовых шортах и тогда мне вот на входе гражданин милицейской формы говорит это суд сюда нельзя в шортах нельзя да ну хорошо все и разворачиваюсь и ухожу он бежал за мной чтобы я вернулся и все-таки попал к себе на заседание ну и еще была такая тема когда меня часто сажали за то что там матом ругался или что-нибудь типа того распитие в неположенных местах как они говорили в протоколах свои значит когда я уже сидел там хрен его знаю там грубо говоря уже 15 отсидка мне уже становилось настолько насрать что я уже там очень сильно прикалывался я хотел все время попасть на суд в ростовой кукле то есть грубо говоря в костюме винни пуха такой целиком чтобы меня осудили в этом костюме потом чтобы меня отвезли на окрестина в этом костюме там бы мне конечно же сказали бы его снять и типа сдать я бы сказал что нет ни хера это моя верхняя одежда но посидеть в камере костюме винни пуха не получилось потому что не нашел костюма вот но это еще часть истории есть еще вторая часть истории она не менее смешная когда правозащитники пытались попасть на суд а в частности правозащитница виктория федорова есть если кто не знает сидит вон там там за экраном есть сказали сдать мобильный телефон потому что якобы в здании верховного суда нельзя проходить с мобильным телефоном может быть это режимный объект ей не объяснили почему ей просто сказали сдать телефон она естественно поскольку она вынуждена была попасть на заседание чтобы промониторить суд она сдала этот мобильный телефон но когда она его положила в ячейку сотрудник милиции закрывает ячейку и забирает ключ как же ключ сотрудник милиции говорит а вы что милиции не доверяете ребята после всего что они делают вопрос не доверяете ли милиции это это я не знаю как беларусь это та страна где детям их родители говорят веди себя хорошо а то тебя дядя милиционер заберет не бабайка там не баба яга никто ну нет это заберет дядя милиции конечно блять мы доверяем милиции все тут ну дальше аргумент был такой вы магазин приходите к сотруднику милиции он говорит да прихожу а вы там вещи оставляете да а ключу кому дают себе забираю вот только после этого после этого обоснованного скажем так претензий и отдали все-таки ключ но это логично логично и маяриста далее правозащитница что той правозащитница чтобы идти дальше она обжаловала действия эти верховном суде и вот мы получили ответ зачитываю цитату в соответствии с законом республики беларусь о борьбе с терроризмом здание верховного суда высшей инстанции обеспечены соответствующие меры безопасности предусматривающие в том числе при необходимости сдачу посетителями суда на временное хранение мобильных устройств с возможностью выхода в сеть интернет фото и видео фиксации возникает вопрос чем же мешает им телефон с выходом в интернет нет чем мешает понятно но если мы будем меня вот другой интересует борьба с терроризмом а ведь всем известно что если у террориста отобрать мобильный телефон с выходом в интернет то он сразу же как бы обезврежен террористом быть сразу перестает ну и как бы все нормально можно человека пропускать но убирает учет понятно если без приколов ну чтобы она там ничего не сняла там ничего там нет у меня вопрос а почему только в верховном суде а в других судах что не такая обстановка что видимо на другие суды террористов так и живем такая херня и так кейс номер три я про него знаю да практически вообще ни хрена не знаю зато у нас хорошо его знает сережа но он все переживает за то что вы не поймете и вот он сейчас мне будет рассказывать этот кейс а я вам наверно в двух словах своей манере потом обрисую что это значит вообще для нормальных людей которые не каждый день занимаются правозащитой и да дело довольно не смешно началось но в 2014 году его сейчас обжалуют это дело мать ее сына в 2014 году задерживали по статье 328 это знаменитая народная статья избили причем мать видела как избивали и практически без сознания выводили в здании рвд сына она это с 2014 года это пытки эти пытается обжаловать причем этот сын пропал с момента задержания до момента помещения ввс он 30 с чем-то часов непонятно где находился то есть по документам задержания востока ввс поступил во столько то все 31 час на 31 час человеку пропал можно только догадываться что происходило с этим человеком так как потом судебно-медицинская экспертиза установила телесное повреждение и вот в течение уже почти шести лет мать пытается добиться возбуждения уголовного дела по фактам пыток и недавно суд фрунзенского района в очередной пятый паша раз отменил постановление об отказе возбуждения уголовного дела следственного комитета и опять отправил соответственно дело опять же следственному комитету на дополнительную проверку супер дичман я когда сидел в зоне таких историй слышал миллион значит смотрите вас берут по 328 статья сама по себе уже спорная если честно не важно есть нам у вас что-то или нет вот человека взяли а потом его 31 час каким-то образом куда-то везут значит смотрите коронавирус не обращайте внимания можно он не передается через 31 час это можно упряжку из ежей вот запрячь ее и вот 31 час можно ехать до ивс на упряжке из ежей только так после того как он 33 часов его нигде не было на нем почему-то обнаружились повреждения видимо амортизация упряжки из ежей очень такая знаете хреновастенько и постоянно об иголке колешься и вот эти бьет колошматит и вот у тебя побои по всему телу человек сидит почти шесть лет насколько я понимаю так до пять раз пытаются завести уголовное дело потому что зафиксирован факт они просто пять раз якобы проводят проверку хотя бы провести проверку значит есть факт того что его не было где-то хреново количество времени есть факт побоев пишут люди давайте-ка мы проверим где это было ну нет не получается пять раз не получается пять раз что за пиздец поехали дальше ну следующий кейс очень забавный это мой самый любимый кейс значит как вы знаете в беларуси предстоят президентские выборы паш ты знаешь все знают что в беларуси предстоят я даже поверил на встречу с одним кандидатом в город на беле и оппозиция наша наконец-то опять который раз хочет выдвинуть единого кандидата часть оппозиции часть не вся не вся ну ты же оппозиция оппозиция не хочешь выдвинуть единого кандидата Не хочешь. Вот поэтому часть. Тогда так. Крупинка оппозиции хочет вытянуте единого кандидата. Ну ладно, дело не в этом. В принципе идея понятна, идея не нова, но единственное, что меня здесь удивляет, связанное с правами человека, это правило для единого кандидата. Я сейчас зачитаю цитату. Ну там много всяких. Да, много всяких. Помимо против диктатуры, за независимость Беларуси и так далее. Но, зачитываю, единый кандидат уважает права верующих, но это нормально, не вступает с заявлениями, которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество. Конец цитаты. По-моему супер. А с чего ты взял, что это вообще что-то плохое? Ну, во-первых, что такое традиционная семья? Вот и я у тебя хотел спросить. А вы понимаете, что такое традиционная семья в совокупности с правами верующих? Понимаешь? Я-то понимаю. А там не обсуждается. Зная, зная одного из кандидатов, который претендует на единого кандидата от части оппозиции, Павла Северинца. Вот в его понимании, что такое традиционная семья. Это мужчина, это женщина. И это, наверное, много детей. Все. То есть, по-твоему, это именно это имеется здесь. Потому что тут же не объясняется, что там происходит. В совокупности с правами верующими, я же составляю это все. Это, Сергей, ты сам додумал. Потому что там такого нет. Потому что традиции моей семьи, это не платить этому сраному государству налоги. Традиции моей семьи, это уважать друг друга. Традиции моей семьи, это делать, что хотеть. Жить с кем хочешь. И делать то, что тебе нравится, если ты никому не мешаешь. И я считаю, Сергей, что имелись в виду именно эти традиционные технику. Я так это понял. Пусть бы так считали. И все эти люди, которые претендуют на единого кандидата. Было бы просто супер. Скорее всего, это не так. Но я предпочту об этом размышлять поменьше. Поехали дальше. Ну и поехали дальше. Следующий кейс у нас не просто какой-то там, а связанный с нашим вероятным союзником, с нашим старшим братом, с богоспасаемой Русью. Давай. Русь. Значит, есть такой активист, журналист, Ромаис Мирокян, который очень сильно заботил недавние СМИ, в том числе российские. Он зашел в коммунарку, и там случился какой-то инцидент. Я не хочу вдаваться в подробности. Там долгая, тяжелая история. Да, инцидент с белорусской мовой. Потом она, потом, как оказалось, эта история с нехорошим душком. Не, не, подожди, но надо рассказать. Там чувак, короче, попросил на белорусской мове, как бы ему дали горбаты. Ну, продавщица решила, что там, вроде как, нагрубила, позвала охрану, ей не понравилась белорусская мова. Ну, там вот это вот все. Ну, ситуация, да, непонятная, но она связана с белорусской мовой. Сразу же наши все СМИ подхватили, а за нашими СМИ вслед подхватили СМИ восточного соседа нашего. И не просто СМИ, там какой-то даже государственный орган, название которого я забыл. Да, и они начали сразу же, вот как, то что, как что-то касается, вот мне это нравится, как что-то касается белорусской мовы, сразу же, взрыв национализма в Беларуси, русскую речь нашу матушку начинают гнобить, притеснять и так далее, понимаешь, это просто я... Да, Беларусь с арвянскими корнями несет очень большую угрозу для богоспасаемой скрепной Руси. Вот смотришь на это все, что поднялось там у них в их информационных агентствах, на форумах у них, что в комментах писали про это, как угрожали ему там, его там, ну, как там наказать за это, за то, что он посмел в Беларуси, на белорусском языке, заказать себе чайку. Я вот все время думаю, а вам нахрен какое вообще дело? Вот что они все время лезут со своими объятиями, с радами? Вот какое вам дело? На каком языке у нас заказывают чай? Блядь, кому рассказать? Ну, что за сюр? Ах, боже, боже, финоугры. Финоугры у нас варвар-сосед. Батюшки. Уважанные глядаши, у подтримку Харбата Гейта выключено на матчиной мове до побочения. Размавляйте на белорусской мове, сабры. Говорится в правилах для единого кандидата. Это прям, это прям, бля, такое, свадь. Встать. Я знаю, как... Блядь, как я тогда облажался, господи, да, и прыжился, щеки раздувал, а сам неправильно сказал. Размируйся. Аромаис Мирокян. Аромаис Мирокян. Аромаис Мирокян. Аромаис Мирокян. Это же так просто. Я не знаю, что... Аромаис Мирокян. Ну, давай. А если ты выкинешь эту новость, что это, блядь, тогда будет за прощание? Аромаис Мирокян.